Спонсор этого выпуска из скромности пожелал остаться неизвестным, но в любом случае от меня ему большое спасибо. Вы увидите невероятные танковые приключения различных персонажей, обычных игроков из рандома и открывает наш выпуск третье место и ЛТТБ, который в середине боя решает прорваться к артиллерии, но находит по дороге Е100, получает от него фугас в корму на 300 с лишним, к счастью ему удается уйти, иначе этого бы возможно реплея не было бы в этой передаче. Итак, он отправляется к арте, вроде бы где-то здесь светился бача, так, заезжаем и находим здесь кого бы вы думали, фаша, вот это нежданчик, хотя на самом деле можно было предугадать, что он где-то здесь, потому что он не светился весь бой. Ну что же, попробуем. Тем не менее, сюда приезжает вражеский артобат. Очень повезло, что он на КД и здесь закручивается такая свистопляска между сразу двух противников. Благо, союзная артиллерия сбивает гуслю артобату. Ну, в принципе, она могла попасть и в нашего ЛТТБ. Забавный очень момент, ничего такого сверхъестественного, за исключением рикошета от кормы от Е4. Вот тебе и ЛТТБ. Бывает и такое. И тем не менее, после всего вот этого вот вальса, после ухода от выстрела союзной артиллерии, ЛТТБ все-таки удается удрать и добить ту самую арту, за которой он и приехал. Ну что ж, коротенький эпизодик и автор этого рефлея получит голду. А мы переходим к следующему. На второе место у нас врывается сковорода. И здесь как бы ничего особенного. Бой на Руинберге ничего не предвещало. Самое начало, правда, счет уже 2-0. Ну вот, зато сковорода находит себе мишень и буквально двумя выстрелами отправляет ее в ангар. Ничего сверхъестественного. Потом она сдает назад и почему-то упирается в эту стену. Почему она это делает, не знаю. Вернее, знаю. Я здесь смонтировал, я вырезал кусочек буквально 3 минуты. И уже в данный момент счет становится 4-11. Почему он это сделал? Мама позвала кушать борщ, как говорят, в таких случаях. Ну, просто у человека бывают иногда какие-то неотложные дела. Приходится даже бросить игру в танки на несколько минут. Но когда он вернулся, счет был просто катастрофическим. Уничтожил сначала одного противника. Дал шот по второму. По третьему. Так, отправил этого в ангар. Так, зад кто-то поливает. Свинцом надо развернуться, разобраться. Кто здесь у нас? Так, отлично. Еще один минус. Так, союзники тем временем тают на глазах. И остается уже только одна-единственная артиллерия. А нет, уже не остается. Сковорода остается в одиночестве. При счете 8-14. Забирает здесь наглую елку. И его поджимают. Тут со всех сторон он уже не знает, куда ему деваться. Здесь СУ-100. Все. Капец. Кранты. Так, ну, Сушка не торопится выезжать. Но он фейлит. Стреляет мимо. Сушка врывается. Ей не хватает. Чуть-чуть не хватает, чтобы выстрелить в противника. И это ее погубило. Она отправляется в ангар. Итак, кто это у нас там? Ой-ой-ой, как все плохо. Сбивают гуслю. Ремка минус. Здесь еще Т-28 поджимает с одной стороны. С другой стороны выцеливает Хетцер. Надо отступать. Надо куда-то деваться. Кстати, господа статисты, учитесь. Учитесь у желтенького по статистике, как нужно действовать в экстремальных ситуациях. Честно говоря, я сам теряюсь обычно. Когда меня окружают со всех сторон красненькие, я складываю лапки и понимаю, что сейчас меня добьют. Но наш водитель сковородки не из робкого десятка оказался. Он не такой. Он совсем другой. Он бьется до последнего. И вот здесь он выезжает на площадь и совершает небольшую ошибку. Тем самым, потому что одновременно со всех сторон на него вываливаются противники. Одна артиллерия засветилась. Здесь Т-28. Потом светится вторая артиллерия. Так, здесь еще Хетцер поджимает. Разрывы снарядов повсюду. Он просто находится в эпицентре сражения. Он понимает, что ему нужно куда-то деваться. И самое простое будет сейчас упороться на Хетцера. И, возможно, ему повезет. И все у него получится. Получится. Уничтожить все-таки получается. Хетцера остается три артиллерии. Нужно срочно убегать. Его постоянно карает маленькая арта. Британская четвертого уровня. Которая является статистом в этом бою. Но сковороде удается убежать. Убежать, продвинуться по Руенбергу. Покататься и посмотреть направо. И увидеть здесь гриля. А сзади еще одна артиллерия. Клещи с двух сторон. Опять выстрел гриль мажет. Выстрел уничтожен. Отлично. Еще две арты осталось. Одна из них набрасывает. Правда, не сильно. Но, тем не менее, она постоянно кусает. Но практически не промахивается. И дальше самое главное. Осталось развести двух артиллеристов. Как бы это их уничтожить? Девять фрагов ведь уже в копилке. Девять фрагов. Эта медаль пула светит. Тут остается всего ничего до медали пула. Это достаточно почетная медаль. Мало у кого она есть. Вернее, она есть много у кого из опытных игроков. Но сколько же тысяч боев нужно провести, чтобы хотя бы одну такую медальку зафармить? Здесь не получается попадание с вертухана. Выцеливает. Не знает, куда ему деваться. Или так, или так. Как же их развести? Как же придумать? Как же... Как же выдумать? Чтобы такое вытворить? Чтобы уйти от них, от двух? Как бы разорвать их? Развести с двух сторон? Нет, не получается. И там они его ждут. И тут они его ждут. И как он не выкручивается, все равно они со всех сторон понимают, где он сейчас появится. И он понимает, что... Ах, или пан, или пропал. В лобовую. Везет. Отлично. Десятый фраг. Медаль пула в кармане. Но остался еще один самый-самый такой вредный противник. Это та самая мелкая британская артиллерия, которая карала его тут всю дорогу. Тем более игрок опытный. Наверняка он будет что-то выдумывать. Наверняка он будет очень опасен. Но, тем не менее, вот он светится, зажат в углу. И... и... Он выезжает на решающий выстрел. И ему не хватает альфы буквально чуть-чуть, чтобы победить в этом бою. В итоге сковородка тут побеждает. Молодец. И на первом месте у нас внезапно огромный картонный сарай под названием FCM-50T. Как вы скажете, что в этом такого? Да дело в том, что он остался один в семь. И при его-то результатах. Скажете, как один в семь, когда вон союзник еще есть рядом? Ну, сейчас вы поймете, почему один в семь. И вот еще один противник отправляется в ангар. Итого у нас уже воин. Шесть фрагов. Отлично. Почти пять тысяч урона. Что тоже не может не радовать. Но вопрос состоит в том, что мы один в семь. И нужно попытаться затащить этот бой. Ну, а вот, собственно, и последний союзник. Который уже, очевидно, видит сны. Или находится в ангаре. Потому что он отчаялся, он разочаровался. Он понял, что все, можно сливать воду. Но он не думал о том, что у него есть в союзниках вот такой вот FCM. Который, ну, не будем забегать вперед. Который ставит на каток 34-ку. И через маленький такой вот глючок пробивает его и отправляет его в ангар. Стало немножечко легче. Один в пять. Правда, фвшка ломает боевую кладку. Приходится потратить ремку ни на что. Вот. И, ну, в принципе, ладно. Один в пять еще как-то можно. Но вот здесь фвшка сбивает гуслю еще раз. Так, один на захвате. Нужно срочно бежать на базу. Так, два на захвате. Ну, в общем-то, ситуация критическая. Артиллерии. В количестве двух штук постоянно обстреливают двое на захвате. Один зацелен. Второй вот здесь тут подставляется. Правда, второй, надо признаться, отдать ему должное. Что он как бы не очень. Поэтому его нужно срочно отправлять в ангар. Вот еще одна везуха. Фвшка попадает в пушку без урона. Это же здорово. Так, один отправлен в ангар. Отлично. Теперь нужно разобраться как-то с 29-кой, у которой целая тысяча хп. Приходится вылазить прямо на нее. Хотя она зацелена, потому что вариантов других нет. Он сейчас возьмет базу. Объезжать времени просто не предвидится. Ну что ж, пушка быстро починилась. Ремонт прокачан. И с поломанной пушкой едем вперед. Подставляем гуслю. 29-ка сбивает гуслю без урона. Остаются считанные секунды до захвата базы. Казалось бы, все, ситуация проиграна. Выстрел с вертухи. Удача, база сбита. Отлично. Осталось только теперь как-то отбиться. Очередной выстрел в каток. Просто без урона. Вот это везуха. Вот это повезло сегодня. Ну, надо признаться, что еще и игрок скилловый. Он ставит 29-ку на каток. Уже второй раз. И как вы думаете, что он делает? Нормальные герои всегда идут в обход. Он заезжает с обратной стороны. Продлевает ей каточек. А так как башню у нее спереди, она попасть, разумеется, не может. И поэтому отправляется в ангар. Две арты опять мажут. Опять повезло. Одно сплошное везение. А вот и последний многокнопочный герой кидает фугасом. И попадает всего лишь на 249. Опять повезло. Офигительная вертуха. Разброс на весь экран. Но это точное попадание. И еще один противник в ангаре. Итого у нас в кармане уже медаль пула. Уже 10 фрагов. Остается два артиллериста. И это дело техники. Но с поломанной пушкой задача, скажем, прямо не из простых. Но, тем не менее, тем не менее, давайте посмотрим, как у нас все получится. Осталось две арты. Одна из них поврежденная. И известно, где стоит. Вторая, правда, пока неизвестна. И может еще принести кое-какие неприятности. Так, отлично. 11 фрагов. Остался последний противник. Нужно срочно куда-то бежать. Где-то слышен разрыв от артиллерии. Ну, вот она становится на захват. Ага, понятно. Заряжаем фугас. Фугас для того, чтобы убить ее с одного выстрела. Но, разумеется, нужно ее пробить при этом. Так, подъезжаем, заезжаем сбоку. Она нас с этой стороны совершенно не ждет. Пытается удрать. Ну, куда ж ты удерешь от такого удачливого чела, который с поломанной пушкой раскидал пол команды противника. Да, всю команду он, собственно, раскидал. Ну, что ж, ребята, а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, делитесь с друзьями в соцсетях. Победители получат свою заслуженную голду. Ну, а пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok